Уважаемые товарищи, дорогие друзья, для меня Крым и Донбасс по сути дела являются второй родиной. С моей деревни Сорловщины половина населения уехала осваивать Донбасс, великую индустриализацию. Знаменитый Алексей Стаханов, орловский парень, стал самым знаменитым шахтером СССР, а Сережка Теленин самым любимым героем советской молодежи. Что касается Крыма, то все мое детство прошло под рассказы отца о севастопольской обороне, о прекрасных людях, о тех двух ее товарищах, Загоролько-учитель Исканев-украйнец и рабочих пивоваров из Ростова, которые полумертву вытащили на плащ-палатки, и он доплыл до большой земли после пяти операций и выжил. Выжил и сказал, что самое благодатное место на земле – это Крым. Поэтому при первой возможности, будучи студентом, я приехал и увидел море, одно из самых красивейших мест на земле и чудные побережья. Я был в 80 странах мира, но даже лазурное побережье Франции не может соперничать с Крымским побережьем, пусть и меня французы не обижают. Я здесь впервые работал министром, даже Володин об этом не знает. Рядом с Артеком был небольшой лагерь Юдах для подготовки лидеров иностранных государств. Меня сюда направляли, я работал министром безопасности и спорта. Я тогда познал, что такое Артек. И вы помните, мы убедили президента взять под федеральное крыло здесь. И все сделаем для того, чтобы завершить эту стройку. В лучшее советское время 38 тысяч год отдыхало в Артеке, в прошлом уже было 40. Поэтому давайте дадим слово крымчанам. Все сделаем, чтобы Артек стал лучшим лагерем на земле. И мы завершим эту уникальную стройку. Я познавал во многом историю, исходя из истории Крыма. Военно-патриотической, начиная от православной культуры и веры, кончая легендарной встречей Большой Тройки, которая предопределила судьбу мира. Сталин, Черчилль и Рузвельт здесь договорились. И ни Рузвельт, ни Черчилль, ничего они могли противоставить великой логии Сталина, за которым стояла победа под Сталинградом на Орловско-Курской битве. И вопрос уже был решен, что красное знамя победы, знамя Ленина будет водружено над Рестагом. Но вместе с тем я хотел, поздравляю вас с этой датой, все-таки повернуть на всех в будущее. Самое главное достоинство той весны заключается прежде всего в самоорганизации народа и лидерах, которые не дрогнули, устояли, законодателям, которые здесь сумели принять решение. Константинов простит мне эту вольность, но я вынужден вам сказать, когда все это свершалось, он приехал в Москву, и мы вместе с Мельниковым и Кашиным принимали его. Когда зашла речь о том, что будет референдум в мае, я сказал, в мае вас никого не будут. Не будет никого. Или в марте, или будет поздно. Та свора, которая пришла и захватила власть в Киеве, она не остановится ни перед чем. Но до этого была любопытная страница, которая почему-то умалчивает. В 2006 году мы с Харитоновым сюда приезжали, и вместе с казаками сюда привозили 10 тысяч человек, которые окружили базу Феодосии, высадились натовцы, американцы копались, и мы за 5 дней их выдавили отсюда. Я хочу поблагодарить адмирала Касатонова, с которым провели тогда негласную встречу, и он нас поддержал на полную катушку. Напомнить Дмитрию Киселеву, который сегодня довольно часто нас поучает с телевидения, но тогда он на собственной машине, за рулем, вез нас вместе с Харитоновым, для того, чтобы мы не сорвали тот исторический митинг, потому что прекрасно понимали, что за этим стоит, а СБУ шло по пятам, и готовы было нас локализовать, чтобы мы не участвовали в этом мероприятии. Впервые тогда в истории натовцы выдавили мирно с территории Крыма, которые уже там окопались. Они улетели на одну из баз в Италии, и вторую в Норвегии. И вы потом совершили еще один уникальный подвиг. Я благодарю и Аксенова Константинова. Без лидеров не бывает самоорганизации народа. Минин и Пожарский, появившись, сумели собрать то ополчение. На Всемирном Русском Соборе приняли решение о новом царстве. Советская власть проявила уникальную волю, когда империя развалилась и сгорела. На съезде СССР приняли решение о восстановлении в новой форме. И за 20 лет показали такой рывок, который позволил победить фашизм, прорваться в космос, создать ракетно-ядерный паритет. Мы не можем ни одной страницы игнорировать свои истории, если собираемся уверенно двигаться дальше. Два орудия, которые расстреляли СССР, называются русофобия, антисоветизм. Они сегодня заряжены от Вашингтона до Лондона и палят ежедневно. Но, к сожалению, эти орудия используются и в нашем эфире. Да простят меня журналисты, но я когда смотрю передачи насчет Украины, то мне становится плохо. Если Вы в семье будете склочничать 3 дня, через неделю Вы разведетесь. Когда одна и та република бегает с утра до вечера, сеет вражду между нашими народами, у нас у каждого там друзья, родственники, близкие. Украинский народ сам, как курва щип, попал в лапы бандеровцев, нацистцев и царушников. И Вы показали, как можно этому противостоять. Мы должны сейчас вместе, все объединившись, сплотившись, решить главную задачу. На мой взгляд, главная задача сформулирована блестящий президент. Он проявил редкую волю в крымской истории. Редкую волю. Военный талант проявили наши товарищи. Вы самопожертвованы. Но почему у нас сегодня мы не проявляем волю для того, чтобы признать Донецкую и Луганскую республику? Давно бы прекратилось это обстрелы всяких безобразий. Почему мы не проявляем волю по выполнению установки президента войти в пятерку? Чтобы войти в пятерку, надо иметь темпы минимум 3,5%. Мы топчемся на полутора. А мир уходит вперед. Почему не проявляем волю для того, чтобы освоить новые технологии? У нас полтора миллиона суперклассных специалистов работают во всех мировых лабораториях. Я свою лучшую математическую школу в полном составе почти увидел у Белогейца. Они сделали ее главным богачом Америки. Из 50 математиков, из 100 математиков 50 русские. В 8 из 10 завтра вернемся. Почему мы не можем принять закон, создать им идеальные условия и резко рвануть вперед? Почему мы не решаем вопросы, связанные с здравоохранением, образованием и наукой? Ведь все в мире знают, чтобы это успешно развивалось, надо пятую часть бюджета тратить на эти цели. А мы ни разу до половины не добрались. Да, помогали и будем помогать. Да, Крым для нас приоритет и останется. Но в целом бюджет, который сегодня имеет страна, не может обеспечить решение установки президента и выполнение национальных программ. Когда президент выступал в Думе, я сказал открыто, вот вам обстоятельный подсчет, который готовили и Мельниковы, и Кашин, и Смолин, и Жаре Салферов, этот гений, который недавно ушел из жизни. Мы же подготовили, надо плюс еще 10 триллионов. И причем они есть, под них есть 12 законов. Я призываю здесь, на священной крымской земле, и нашего председателя, который проявляет в последнее время редкую находчивость, и здесь проводим, здесь приехали, и там проводим огромные слушания по сельскому хозяйству, по реновации, по новым технологиям, по дольщикам. Не боимся. Давайте сейчас проявим волю и сформируем бюджет, который позволит реализовать нам эту установку. И последнее. Для единой России, партии власти, в ходе так называемой пенсионной реформы, и не дай бог, и так же мусорной пойдет, она пока идет при паршивейшем образом, потеряли почти половину доверия граждан. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что нынешняя стабильность основана на доверии к президенту. И если мы не выполняем в его установку войти в пятерку, не выйдем на те темпы заданные, то за этим всегда наступает политический кризис. А в условиях, когда нас обложили со всех сторон, когда американцы недавно приняли вообще омерзительные законы, для всех нас это является огромной опасностью. Поэтому вопрос изменения финансово-экономического курса, наполнения бюджета, стратегических приоритетов, в том числе и в региональном плане, будь то Крым, Дальний Восток, Восточный Сибирь или Заполярье, это вопрос нашего исторического выживания. И последнее. От Черного моря до Тихого океана нас осталось 2% от населения планеты. Если бы СССР уберегли, нас было бы 315, как в современной Америке. А нас еще нет 150. Так вот, Крым показал, как можно мирно и добровольно возвращаться и восстанавливать порушенные державы. Мы выживем, будем конкурентоспособны, если нас будет более 200 миллионов. Поэтому вопрос отношений с Белоруссией и Украиной это вопрос нашего исторического выживания. Мы обязаны все сделать, чтобы эта политика была реализована. А для этого нужны финансы, нужна сплоченность общества и блестящий пример Крыма, которому мы обязаны учиться. Дай Бог вам всем здоровья. Удачи. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...